Мы будем на него отвечать. Ты у меня что-то можешь спрашивать, я у тебя могу спрашивать. Мне уже набросали там столько в Телеграм, что вам хватит часов смотреть. Хорошо, давай начнем с первого. Вот Галина Кукса, она спрашивает, вы очень разные, то есть ты и я, да, в подходе к интервью. Но я смотрю у вас обои, у каждого свои плюсы проведения бесед с пленными, да, для чего ты это делаешь? Вот, и как у тебя была первая мысль, какая была первая мысль, для чего это нужно? Комментарий был бы более содержательным, если бы написали сразу же, какие плюсы и минусы. Потому что мне, например, интересно. Потому что я, например, не смотрю ни Любомира, ни себя, ни Диму, ни вообще никого-либо. Разве что так, наискось. Я сначала когда-то смотрел Владимира Золкина одно или два интервью, но потом у меня просто нет времени, да, и как бы, потому что я работаю, и я, ну, и, то есть, если обобщить, если обобщить, да, в чем разница. Вот иногда там украинцы говорят, что я могу, мягко говорить, очень там с военнопленными, Золкин как бы жестче, и в этом он лучше. Есть определенные стандарты журналистские, но при этом, при всем, есть еще ситуация, которой в мире никогда не было. Никогда не было войны, никогда не было открытого вторжения, которое идет в сопровождении со всеми благами современной техники. Интернета, стрима, телефона. То есть, это война онлайн. Война онлайн. То есть, то, что мы делаем, это, в принципе, невозможно сейчас загнать какие-то стандарты. Единственное, что я преследую, когда я делаю эти интервью, я это не должно выглядеть как какой-то допрос. Потому что это и не является, то есть, я пытаюсь себя поставить на один уровень с тем человеком, с кем я разговариваю. То есть, вот мы с ним на равных. Пожалуйста, у меня есть аргументы, у меня есть вопросы. У него есть аргументы, у него есть вопросы. То, что я могу довольно жестко пресекать его вопросы, так он тоже может это все делать, контраргументировать. Поэтому, я не понял здесь ни плюса, ни минуса. Хотелось бы более каких-то конкретных вещей. Как я к этому пришел, я уже говорил на миллионе, наверное, интервью. Началась война, я начал проводить прямые эфиры сразу же. Я понял, что это единственный вариант и единственный ключ вообще как-то достучаться до россиян. Потому что все то, что делалось у нас в информационной сфере по борьбе с российской пропагандой, вот эти вот 8 лет после российского вторжения в Крым, потом на Донбасс, я считаю, что это все полная ЧУХ. Она не работала никогда. То есть, она работала конкретно на нашего зрителя, а россияне работали на своего зрителя. Проблема в том, что россияне еще, помимо своего зрителя, сильно цепляли и нашего зрителя на том же Донбассе. А вот мы, в свою очередь, ничего практически не делали, я об этом прямо говорю, для того, чтобы как-то немножко разорвать российские шаблоны и нарративы. Но это как бы камень в огород предыдущей власти, потому что было целое министерство информационной политики. Послушайте, были еще и люди, которые занимались вопросами переселенцев. Если бы они занимались вопросами переселенцев, действительно, то мы бы могли за эти 8 лет переселить сюда почти весь Донбасс, показав им здесь нормальные условия для жизни и дав им возможности для существования. Но вместо этого я до сих пор общаюсь с людьми, которые пытались переехать к нам из Донбасса, а им банально не сдавали квартиру в том же Львове или в той же Одессе. Потому что у них паспорт луганский. И это было. И в Киеве это было. До 2020-го я проживал в Киеве, и такие случаи были. Конечно. Это рассказывали. Не надо пытаться скрыть наши огрехи, понимаете, наши проблемы. Потому что мы тогда будем ничем не лучше расистов. Это была эта проблема. И проблема информационной политики, и проблема переселенцев этих 8 лет была. Но я не об этом, собственно, говорю. Я говорю о том, что когда они пошли в Украину, сейчас полномасштабным вторжением, у меня появился списочек их телефонов, благодаря моему коллеге Дмитрию, который, он айтишник. Я юрист, он айтишник. То есть, да, были вопросы там про мое образование, про все остальное. Нет. Журналистика и блогинг, это хобби для меня было. Хобби для меня было. Другой вопрос, что я очень искренне занимался этим всегда. И никогда не пытался там под кого-то плясать, да, юлить и так далее и тому подобное. Дима айтишник. Дима разработал очень быстро бот для Ищи Своих. Куда россияне смогли обращаться в поиски своих. Потому что для них, для многих это тоже был шок. Что-то такое происходит вообще. У меня был племянник, сын, кум, брат, сват. А ей раз и пропали со связи, не стало, а говорят они в Украине. А в Украине вроде как война началась. И я вот начинаю в прямом эфире этим людям всем звонить и с ними разговаривать. Один, два, три, четыре, пять эфиров прямых. И я слышал, что их риторика резко меняется. Такое впечатление, что с ними работу провели. То есть если на первых там трех-четырех эфирах они со мной еще разговаривали, выражали свое недовольство тем, что происходит, непонимание, то пятый эфир это уже монотонные ответы. Я не знаю, я не в курсе, я политикой не интересуюсь. И тогда в этот момент я обратился ко всем, к кому смог обратиться. Ко всем абсолютно. С вопросом, дайте мне возможность пообщаться с российскими пленными. Вот я буду с ним общаться, а они уже пусть звонят к себе домой. И они уже пусть там рассказывают про политику, интересуются или не интересуются. И что здесь на самом деле происходит. Потому что я же понимаю, что россияне до такой степени привыкли к пропаганде, что и меня они воспринимают как пропагандиста. То есть звонит какой-то по сути пропагандист из Украины. Они хотят со мной говорить. Я думаю, что они будут говорить своим детям. Ну и к моему великому удивлению, а это реально, это реально меня удивило. Через неделю, две, три месяца, полтора наших интервью россияне начали говорить своим детям примерно то же самое, что они говорили мне. То есть политикой не интересуюсь, все это ерунда. Тебе, сынок, там мозги промыли.